Девушки отдыхают ГАИ будет искать нарушителей с воздуха. В Гомельском ведомстве планируют закупить квадрокоптеры. Один убит, один в больнице в Мозере. Для братьев в трагедии закончился отдых на даче. А также неосторожное курение, путь к пожару. В Чечерске из-за сильного задымления в квартире погиб пенсионер. Выходные и праздничные дни в Гомельской области прошли спокойно. Как сообщили в Управлении внутренних дел, 9 мая, несмотря на массовые гуляния, в Гомеле по линии криминальной милиции не было зафиксировано тяжких преступлений и чрезвычайных ситуаций. Беларусь встретила 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В целях обеспечения безопасности органами внутренних дел в эти дни проводились оперативные и профилактические мероприятия. В Гомеле для координации и организации взаимодействия с заинтересованными службами в УВД работал оперативно-ситуационный штаб. К местам массовых мероприятий не допускали лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы. Меры безопасности усилили не только в зонах проведения праздничных акций, но и повсеместно в областном и районных центрах. Было предусмотрено увеличение количества нарядов патрульно-постовой службы ДПС ГАИ. Особое внимание уделили обеспечению безопасности во время салютов. Всего же на территории области было проведено 66 массовых мероприятий. В них приняли участие более 70 тысяч жителей и гостей региона. Во многом благодаря этому каких-либо серьезных преступлений и происшествий зафиксировано не было. Управление внутренних дел Гомельского облсполкома благодарит граждан за понимание к принятым мерам по обеспечению общественного порядка. Ко дню Великой Победы правоохранительные ведомства области приурочили ряд мероприятий. На центральной площади Луева состоялся торжественный ритуал принесения присяги молодыми сотрудниками следственных подразделений. Офицеры Государственного комитета судебных экспертиз возложили венки к монументу «Партизанская краничка» в Гомельском районе. Отличившиеся сотрудники получили медали за безупречную службу. Кроме того, во всех районах области представителями силовых структур совместно с органами власти и другими организациями были приведены в порядок мемориалы воинской славы. Обо всем этом в материале наших корреспондентов. Место проведения знакового для офицеров события выбрали не случайно. В 43-м году Слоевского плацдарма началось освобождение юго-восточных территорий республики от немецко-фашистских захватчиков. За проявленные мужество и отвагу в боях при форсировании Днепра 365 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Перед собравшимися выступили руководители следственных органов и ветераны. После присвоения очередных званий и церемонии награждения офицеров состоялось возложение венка и цветов к обелиску. Затем сотрудники Следственного комитета посетили тематические выставки Музея битвы за Днепр и побывали на мемориальном комплексе в честь участников форсирования Днепра. Работа следователя предполагает не восьмичасовой рабочий день, а и ночью, и в любое время суток. Он обязан выбыть на место происшествия, обязан осмотреть дождь, это слякоть, жара, неважно. Ну и, конечно, в какой-то степени это сказывается и на семью. Не всегда получается уделить семье именно в то время, когда она нуждается в внимании. Может быть, и количество такого внимания невозможно уделить. Памятник «Партизанская крыничка» установлен на месте базирования партизанского отряда «Большевик», сформированного в период оборонительных боев за Гомель 17 августа 1941 года. В октябре 1943 на базе отряда была создана партизанская бригада «Большевик», которая насчитывала более 500 народных мстителей. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими оккупантами, пятерым партизанам присвоено звание Героя Советского Союза. Их именами названы улицы Гомеля. Это место выбрано не случайно. В преддверии 9 мая все и мировое сообщество, все человечество отмечает, я считаю, этот праздник. Для нас это праздник особый. Почему в этом месте? Да потому что Белоруссия – это партизанский край. Потому что именно здесь, в глубоком подполье, защитники нашей Родины делали все для той великой победы, которую мы отмечаем в эти яркие майские дни. Все наши подразделения в этом году подготовились к встрече этого всенародного великого праздника. Всеми районными отделами совместно со следственными подразделениями приведены в порядок воинские захоронения в районах. Все торжественно и свято чтут память погибших героев во имя нашей Родины. Офицеры, их дети и родственники возложили к монументу живые цветы и венки. Все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. А после в торжественной обстановке отличившимся сотрудникам экспертных подразделений были вручены медали за безупречную службу. Очень почетно получить данную государственную награду в этом прославленном месте, где зародилось партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Где наши деды, прадеды проявили мужество и героизм. И мы будем верны данным традициям. Несколько человек попали в больницу в результате аварии, которая произошла на пересечении улиц Фрунзе и Пролетарской областного центра, что неподалеку от автомобильного моста через реку Сож. Как сообщили в госавтоинспекции, авария с участием трех автомобилей произошла около 23 часов вечера напротив здания ТЭЦ-1. 21-летний водитель Peugeot 406, выезжая с Пролетарской на Фрунзе, не уступил дорогу Фольксвагену Джетто. В результате произошло столкновение машин, после которого французская иномарка приняла на себя удар еще и от автомобиля Lada 9-й модели. Госпитализация понадобилась водителю и пассажирам Фольксвагена, 25-ти и 21-летним парням, а также 16-летней девушке. После оказания первой помощи последнюю пострадавшую отпустили домой. А в Мозыре из-за столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист. Тип дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизнь 58-летнего мужчины, один из наиболее распространенных для мототранспортных средств. Двигаясь с автомобилем в одном направлении, мотоциклист врезался в иномарку в момент, когда она поворачивала налево. После удара водитель мотоцикла выехал на обочину и столкнулся с деревом. К слову, невнимательное вождение, превышение скоростных режимов, езда бесправ и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения – наиболее распространенные виды правонарушений на дорогах. Недавно ГАИ придумала новый для нашего региона способ отслеживания нарушителей. Теперь лихачей и бесправников будут искать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Со слов инспекторов, применение квадрокоптеров актуально в небольших населенных пунктах, где новость о работе экипажа ДПС разлетается довольно быстро, и нарушители начинают объезжать мобильный пост. В Мозырьском районе разыгралась кровавая драма. Местный житель сгоряча отправил в больницу двух братьев. При этом один из них скончался, а другой остался жив только благодаря профессионализму медиков. Разборка в стиле 90-х произошла на даче в деревне Большой Боков. Компании молодых людей, которая закупив спиртное, приятно проводила время, присоединился местный житель. Поначалу все шло неплохо. Тосты, шутки, анекдоты. Однако в какой-то момент атмосфера встречи перестала быть радостной, и между приезжими и местным произошел конфликт. Хозяева дачи повздорили с мужчиной, а потом выставили гостя из дома. Тот затаил обиду и через пару часов вернулся на дачу с ножом. Данным ножом он причинил телесные повреждения двум парням из этой компании. Потерпевшие были доставлены в больницу, где один из потерпевших скончался. Ранения были причинены в область туловища и одному, и второму потерпевшему. Из-за того, что он находился в состоянии сильного алкогольного пенения, то некоторые моменты он не помнит. Однако, также поясняют, что роль сыграли обиды на данных парней. Осознав злодеяние, убийца пустился в бега. Однако в ходе массированной отработки местности был задержан правоохранителями в лесу неподалеку от деревни Большой Боков. Свою вину злоумышленник признал полностью. Примечательно, что ранее он не попадал в поле зрения милиции. Не имел проблем с законом, характеризовался исключительно с положительной стороны. Задержанный находится в СИЗО. За убийство ему грозит до 25 лет лишения свободы. Стало известно о приведении в исполнении смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова. Его мать получила извещение из Гомельского областного суда. Напомним, 33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года был приговорен к расстрелу за изнасилование и убийство двух женщин. Олеся Пантелеева и Алевтина Машурукова пропали в 2014 и 2015 годах. В мае 2015 милиция задержала мужчину, которого стали подозревать в причастности к исчезновению, а позже и в убийстве девушек. Подозреваемым оказался 33-летний упаковщик предприятия, который в качестве жертв выбрал своих коллег. Остриков обманом заманивал девушек в свою машину, после чего вез их в гараж, где удерживал, насиловал и убивал. Ликвидация пожара собственными силами не всегда приводит к желаемому результату. На прошлой неделе, спасая от огня свое имущество, двое жителей области получили ожоги, к счастью, не опасные для жизни. Тем не менее, с мест чрезвычайных ситуаций их увезла карета скорой помощи. 2 мая в Гомеле в 15.58 на Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что по улице Литейная горит жилой дом. По прибытии спасателей к месту вызова огнем была охвачена кровля. В результате самостоятельного тушения пожара получила ожоги 50-летняя хозяйка. На момент пожара она находилась во дворе. С диагнозом ожоги левой кисти, лица второй степени, 3% тела, отравление продуктами горения, женщина доставлена в учреждение здравоохранения. 3 мая спасатели тушили двухэтажный дом в поселке Климовка Гомельского района. Здесь уже мужчина, вступив в схватку с огнем, переоценил свои возможности. 52-летний хозяин домовладения проживает совместно с женой и сыном. Хозяин сам принялся тушить пожар еще до прибытия наших подразделений, из-за чего получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение работниками скорой медицинской помощи. В связи с этим хотелось бы обратиться к гражданам. В случае возникновения пожара доверьте тушение, возгорание профессионалам. Сообщите по номерам 101 либо 112. А в Гомеле горела бывшая транспортная проходная судостроительно-судоремонтного завода, которая находится на улице Хатаевича неподалеку от автомобильного моста. Огромные клубы дыма, поднимавшиеся в небо, были видны издалека. На место происшествия прибыли две спецмашины МЧС, милиция и бригада скорой помощи. Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания. Как сообщили в МЧС, рядом с проходной горел мусор. Жертв и пострадавших нет. На днях не удалось избежать трагедии в Чечерске. Неосторожное обращение с огнем при курении стоило жизни 71-летнему мужчине. Пенсионер погиб в собственной квартире, расположенной на улице Первомайской. Пожар произошел, когда его супруга была на работе. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Сотрудники МЧС напоминают людям, что беспечность при курении – главная причина большинства трагедий на пожарах. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова